МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Кабул. Наши дни". И сегодня с именем этого человека, Ахмад Шаха Масуда, связаны многие загадки и тайны афганской войны. Самый авторитетный полевой командир. Знамя оппозиции. Это был коварный, жестокий и бескомпромиссный противник. Его отряды контролировали важнейшие районы Афганистана. Масуд значит счастливчик. Он и вправду был неуловим. Орел непобедимости собрал вокруг него преданных маджахедов. Бой длился 10-15 минут. Нападали группами по 7-8 человек. И надо было успеть уничтожить колонну и уйти. Биографию панжерского льва, так называют Ахмад Шаха, афганцы сейчас изучают в школах. Но этим детям вряд ли рассказывают о секретных переговорах между Масудом и советским военным командованием. Те негласные договоренности спасли жизнь сотням советских солдат и офицеров. Никаких, ни коммуникетов, ни протоколов о намерениях, ничего. Только ужасно. За Масудом охотились спецслужбы разных стран. Против него организовывали заговоры, плели интриги. К нему засылали наемных убийц. Но он чудом избегал смерти. Вплоть до того рокового дня, когда двое террористов довели свое дело до конца. Убийство Масуда было, вероятно, частью глобального дьявольского заговора, который уже стал одной из главных тайн нынешнего века. Теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне и устранение Масуда звенья одной цепи. Тот, кто подорвал башню в Нью-Йорк, тот и убил Масуда. Эта рука, это дело одной руки. Конец 1979 года. Советские войска по просьбе кабульского правительства входят в страну. Так в Москве надеялись удержать у власти в Афганистане дружественный режим. Воевать поначалу не собирались. Думали, что все будет как в Восточной Европе. Войска самим фактом своего присутствия отобьют дурные мысли у недругов революции. Это типичные кадры хроники тех лет. Казалось, достаточно построить несколько промышленных объектов и завести в страну продовольствие, и симпатии населения будут на стороне СССР. Но это было не так. Идеи светлого будущего не смогли бы заменить афганцам мусульманских традиций и многовекового полуфеодального уклада. У каждого афганца в крови, значит, это оружие ведения боевых действий. Василий Христофоров, генерал-лейтенант ФСБ России. В 1985-1989 годах сотрудник представительства КГБ СССР в Афганистане. Все мы знаем, что афганцы на протяжении десятилетий вели три войны с англичанами. И во всех трех войнах, несмотря на численное материальное преимущество англичан, Афганистан победил. Афганистан не принял иноземных солдат и в этот раз. Несокрушимая и легендарная советская армия могла дать отпор любому внешнему агрессору, но не умела воевать против партизан, которые пользовались большой поддержкой населения страны. Перевал Саланг. 1980 год. С первых дней войны основной головной булью советского командования стал перевал Саланг, единственная дорога, по которой из Союзов Кабул шли колонны с оружием, горючим и продовольствием. Эти кадры снимал оператор маджахедов. Боевики маскируются и подходят почти вплотную к трассе. Вот один из них, с виду Мирный Дыхканин, расположился буквально в двух метрах от дороги. Наша задача состояла в том, чтобы нападать на колонны, которые шли из Хайретона до Саланга. Салях Ахмед, полевой командир. 9 лет командовал группировкой маджахедов в районе Саланга. Бой длился 10-15 минут. Нападали группами по 7-8 человек. И надо было успеть уничтожить колонну и уйти. Как правило, перевал Саланг атаковали боевики отрядов Масуда. Их базы располагались неподалеку, в Паншерском ущелье. Когда советские войска вошли в Афганистан, Масуду не было и 30-ти. Сын высокопоставленного военного, он готовился стать инженером. Но вместо того, чтобы строить в родном Паншере дороги, он пошел воевать. Ущелье длиной около 200 километров, окруженное высокими горами, представляло собой идеальный укрепрайон. Из досье главного разведывательного управления Генштаба секретно. Ахмад Шах, псевдоним Масуд, что означает счастливчик. Обладает незаурядными личными и деловыми качествами. Не преклонен в достижении поставленных целей. Держит данное слово. Умный, хитрый и жестокий противник. Опытный конспиратор скрытен и осторожен. Он тщеславен и властолюбив. У русских впереди колонны шла разведка. Наши секреты ее пропускали. Колонна входила в ущелье. И мы обстреливали ее с гор. Удар наносили по первой и последней машине. Осмоло Додихадо. Полевой командир. Руководитель Центра боевой подготовки маджахедов в Паншере. Начинался бой. Он длился максимум 20 минут. Тех, кто выскакивал из горящих машин, мы обстреливали из калашникова. Колонны усиленно охранялись. Дозоры тщательно проверяли маршрут. Сверху прикрывали вертолеты. Артиллерия обрабатывала сопки. Но это были их горы. И они помогали афганцам. Оседлав склоны, маджахеды держали каждую машину под прицелом. Наши ответные удары зачастую лишь перемалывали скалы. И так было едва ли не каждый раз, когда колонна проходила по Салангу. Паншерское ущелье. База маджахедов. 1980-82 годы. Там было до 5000 противников. Оборона сильнейшая была. Очень мощная система огня была. Нарадтер Григорианц. Генерал-лейтенант запаса. В 1980-82 годах начальник штаба 40-й армии. У них даже рисунки были. Они же неграмотные. У них рисунок был такой. Вот вертолет как бы летит на него. Он вглубь заходит туда. Вертолет отстрелялся. Уходит. Он выказывает и стреляет ему. В зад этого вертолета. И уничтожает вертолет. Масуд был сильным противником. В Паншерском ущелье он создал что-то вроде автономии. Все паншерцы платили налог на войну. И те, кто жил в ущелье, и те, кто в Кабуле. Везде. 10% дохода. Деньги шли также и от продажи изумрудов и других драгоценных камней. Ареф. Начальник службы безопасности Масуда. Другие полевые командиры еще припомнят Масуду эту его излишнюю самостоятельность. Через год боевых действий стало ясно. Советские войска всерьез и надолго втянулись в войну. В войну на истощение. Но политическое руководство в Кремле требовало исполнения интернационального долга до победного конца. Тем не менее, военные начинают осторожный зондаш противника. Кандидатурой для переговоров может быть только Шах Масуд. По своим каналам Гру выясняет, что и панширский лев прощупывает позицию русских. Я отвечал за установление отношений между Шах Масудом и русскими. Хаджи Хасмуддин, сотрудник разведки Масуда, обеспечивал работу с агентурой боевиков среди сотрудников государственных учреждений кабульского режима. Когда потери с обеих сторон стали очень большими, Масуд собрал Шуру и вынес на обсуждение вопрос о переговорах с русскими. Все как один сказали «да» переговорам. Но сначала надо было определить позиции. О перемирии или окончании войны речи не было. Из досье Гру генштаба. Секретно. По признанию самого Шах Масуда, у него нет особых проблем в отношении Советского Союза. Он в целом склонен к установлению прямых контактов. Однако для этого, по его мнению, необходимо подождать дальнейшего развития событий. Окрестности города Черикар. 1982-89 годы. Так называемая Черикарская зеленка. Густые заросли вдоль дороги Кабул-Саланг. Одно из самых опасных мест в Афганистане. Здесь нашли убежище отряды маджахедов разных партий. Действовали на одной территории, формально считались союзниками, но их отношения были не безоблачными. На этих противоречиях весьма успешно играли спецподразделения советских вооруженных сил. Мы имели свои средства связи. Каждая из моих групп брала по банде. И мы начинали защищать территорию, освобождая от недружественной банды. Франц Клинцевич. В 1986-89 годах командир спецотряда «Хамелеон» 345-го полка ВДВ. Разбитые и обескровленные банды маджахедов оставались в полном недоумении, кто мог нанести столь коварный удар. И тут же указывали на конкурирующую группировку. На смену одним временным союзникам приходили другие. Передавали нашим друзьям, временным друзьям, эту территорию, их исламские комитеты. Даже передавали струковое оружие и боеприпасы. Забирали только тяжелое вооружение, минометы. Взрывали склады с боеприпасами, связанные к реактивным установкам. Как правило, всегда это было очень много. И подписывали договор. Соглашение требовало прекращения боевых действий маджахедов против колонн с боевой техникой, идущих от советско-афганской границы в Кабул. Но вскоре бывших союзников просто перекупали. Из Пакистана приезжали какие-то люди, давали денег и требовали продолжать войну. Через некоторое время, буквально через 4 месяца, договор наш нарушался. Но мы уже имели контакт с теми обидчиками, которые этих банды обиделили. И по-новому повторялось все сначала. Все сначала. Таких операций было очень много, при этом мы не всегда раскрывали. О этих вещах говорили, что мы помогаем, что это по их просьбе, мы всегда поддерживаем. А такие просьбы постоянно звучали. Я никогда в просьбах главарей вот этих групп никогда не отказывал. Куда сложнее было вести переговоры со старейшинами кишлаков. Удары по кишлакам – самая больная тема афганской войны. Так называемые душманы, это мятежные, это бандформирование, они входили в дома, кишлаки, и прямо с этих позиций развертывали минометы, свою артиллерию, горные и так далее, в зависимости от того, в каком театре они были в воеведении. Они открывали огонь и исчезали, и вызывали огонь на этот населенный пункт, потому что НАТО же было уничтожить этот опорный пункт. Тогда аксакалы проходили в части и говорят, слушайте, что вы делаете, у нас и так и мы нищие, у нас дома то есть саманные там и так далее, а наши уже командири говорят, вы не пускайте их туда, так они нас убивают, не пускайте. Вот такая вот сложная обстановка сложилась. В этом было коварство тактики маджахедов. Шурави, то есть советских, должны были ненавидеть все афганцы, от мала до велика. Это очень большая проблема, замкнутый круг. Акрам Мухаммад Шариф, генерал-лейтенант афганской армии, окончил Фрунзенское авиационное училище, после возвращения в Афганистан перешел на сторону Масуда. Да, шурави вызывали авиацию, как правило, только тогда, когда из кишлака ввелся огонь по военным. Но стреляли из-за одной стены, а страдали все, и старики, и женщины, и дети. Маджахеды били по нашим, наши открывали ответный огонь. И никто не выяснял, был ли выстрел случайным. Дьявольская карусель продолжалась все 9 лет войны. На таких мусульманских кладбищах вдоль горных дорог покоится более миллиона афганцев. А 15 тысяч цинковых гробов были отправлены в Советский Союз. В 81-м году на заседании Политбюро рассматривался вопрос об увековечении памяти погибших в Афганистане. По настоянию главного идеолога партии Сослова было принято решение. Никаких надписей на надгробиях. Это несвоевременно и с политической точки зрения неправильно. Никаких вольностей в письмах родителям. Писать лаконично и стандартно. Видимо, о наших потерях советским людям знать было необязательно. Кабул. 1982 год. Тем временем обе стороны пробуют установить контакт. Представители советской военной разведки вычисляют и выходят на большую группу правительственных чиновников в Кабуле, которые симпатизируют Масуду. Началась кропотливая работа с посредниками. В Кабуле среди правительственных чиновников были выходцы из Паншера, которые симпатизировали Масуду. У нас всюду были свои люди. Через одного такого человека, его зовут Паншери, удалось выяснить, что русские тоже созрели для диалога. Первым вступил в этот диалог военный разведчик Анатолий Ткачев. Удивительно, но представители маджахедов даже не уточнили полномочий нашего офицера и не выяснили, какую структуру он представляет. Таков менталитет афганцев. Они тоже о моих связях, о том, что я военный, какой-то чин имею, какую-то службу представляю. У них не было представления абсолютно. Анатолий Ткачев в 81-84 годах подполковник Гругин штаба вооруженных сил СССР обеспечивал подготовку и проведение секретных переговоров с Масудом. Пока шли согласования, одна за другой проводятся несколько масштабных операций против шахмасуда. Подготовка к переговорам не могла остановить наступление. Ведь о тайных контактах с Паншерским львом знали всего несколько человек. Никаких письменных приказов разведчик Ткачев не получал. Паншерское ущелье, 84-й год. Не было так, например, как впереди противник, значит, по флангам наши друг друга, а сзади тыл. У нас был вокруг противник. Никакого фронта, тыла, фланга не было. Быстрее всего к непривычным боевым условиям приспособились десантники. Они научились выбивать противника с высот. А на войне в горах торжествует принцип «Кто выше, тот и сильнее». Ваши десантники воевали, как черти. Не считали убитых. Если не хотели что-то захватить, то шли по трупам, но не останавливались. Сильные ребята. Они были нашими врагами, но мы их уважаем. Десантные операции афганской войны мало напоминали парадную высадку на военно-спортивных праздниках в Союзе. Все было не так красиво и значительно страшнее. Перегруженные бойцами и снаряжением вертолеты по очереди снижались над плацдармом, десантировались без парашютов, в тылу противника за считанные секунды. Мы выпрыгивали где-то с 3-4 метров. Насколько мог максимальный вертолёт снизиться. Ильдар Бадриддинов. В 1982-84 годах рядовой ВДВ. Участник двух паншерских операций. Задача десанта состояла в том, чтобы захватить позиции как можно выше и обеспечить подход основных сил. Десантник на себе нес все, что могло пригодиться во время многодневного рейда по ущельям. На себе несли все, начиная от докомплекта гранат, пулеметов, пулеметных лент, плюс на каждого были навешаны еще минометные мины. Считался практически каждый грамм. Я вот даже как-то пытался сэкономить на сухопайке. То есть, если брать стандартный сухой паек, там номер 2, 3, 4, там, как правило, шло три банки с кашей. Я вставлял себе одну банку каши, брали весь сахар, брали галеты, ну и вода, конечно, была тоже вся полностью, мы брали полные фляги. Но их встречали абсолютно пустые кишлаки. К приходу шурави советских здесь уже были готовы. Вот когда как раз непосредственно спускались к Бзараку, значит, Ахмат-Шах, он увел все население, вот, и кишлак, и кишлак практически, он был пустой. Вот. Все выходы, входы, проходы между домами, там, выход к реке, выход к воде, это было сплошное минирование, то есть, мина на мине. Сразу же на минах подорвались двое десантников, а затем наступили сутки нечеловеческого напряжения. Именно столько времени рота шла по минному полю. Мы выходили там нога в ногу. То есть, очень неприятно, на самом деле. Ну, чувство вот это вот, когда, ну, там шаг влево, шаг в право, может грозить там гибелью. Ну, неприятно. Мы выходили из этого ущелья там, ну, сколько, день, наверное. Очень медленно, но прощупывал каждый метр. Ну, благо, что, значит, не было боевиков, иначе мы просто были бы очень хорошими женщинами. Нам просто повезло вот это. На самом деле. Им действительно повезло. Они выбрались оттуда живыми и невредимыми и выполнили боевую задачу. Ущелье перешло под контроль советских войск. Правда, противник и на этот раз успел уйти до начала операции. Из досье Гругенштаба «Секретно». Шаг Масуд активно действует через агентуру, внедренную в различные государственные учреждения вплоть до высших слоев Министерства государственной безопасности и обороны. У нас была сеть в Минобороны, в МВД, среди переводчиков, работавших с советскими специалистами. На нас работали и те, кто служил коммунистом. Мы знали каждый ваш шаг, а каждые операции были предупреждены. Советские войска провели девять операций против шахма-суда, и только две из них можно считать успешными. В остальных случаях он либо загодя выводил отряды и мирных жителей из зоны боевых действий, либо упорно сопротивлялся советскому наступлению. Зачастую это объяснялось предательством чиновников кабульского режима, или «зеленых», как их называли наши военные. Не случайно на завершающем этапе войны фактически информации по планированию боевых действий «зеленым» не сообщалось. Дмитрий Веретенников. В 86-88 годах подполковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил СССР обеспечивал секретный контакт с представителями масс-суда. Если они не получали информацию о возможных боевых действиях, то, как правило, это была дезинформация. Каждый раз после захвата Паншарского ущелья советские войска передавали контроль над ним Кабулом. Создавались структуры местной власти, милиции, обустраивались военные гарнизоны. Казалось, это всерьез и надолго, но на деле все было совсем не так. И когда наши уходили, афганцы оставались, они просто сдавали эти позиции. И через определенное время опять все это продолжалось. Проходили туда, в разных местах проводили операции. Чем дальше, тем больше солдаты и офицеры отчаивались. Усилия напрасны, число жертв растет. Складывалось ощущение, что в Кремле нет четкого представления о конечной цели этой войны. А все ограничивается только лозунгами об интернациональном долге. Паншерское ущелье, начало 80-х годов. Из досье Гругенштаба, секретно. Шах Масуд уделяет постоянное внимание обеспечению своей безопасности. Личная охрана подобрана из преданных ему лиц. Постоянно при нем находятся трое личных телохранителей. Одним из таких телохранителей был Николай Быстров, рядовой советской армии. В 82-м году он попал в плен. Вскоре Масуд предложил ему уехать на Запад или вернуться домой. Но Запад для Николая был чужим, а домой возвращаться боялся. Принял ислам, женился и остался у боевиков. Его судьбу решил случай, когда после начала очередной операции советских войск Масуд стал спешно уходить в горы. Масуд, он на север Афганистана уходил. Николай Быстров, Исламуддин. В 84-м-92-м годах личный телохранитель Масуда. Все люди с Панчерпа уходили, там никого не осталось. Тогда вот эта операция была. Я с Масудом как раз, самые последние мы уходили, нас четверо было с Масудом. Он мне дал автомат. А вот раз ты со мной остался, значит, будешь со мной как это тело хранить. Самый первый вышел я на первую. Все, они все думали, ну как они не забоялись, я же поднялся в горы, я могу загорать. Это самое, расстрелять четверых. А наши блокпосты и афганские очень близко были. Там мы обходили сторонами. Ну, я подумал, раз он мне доверил, значит, я буду с ним до конца верен. Масуд был прекрасным психологом. Он знал, такая демонстрация доверия станет ключом к загадочной русской душе. И не ошибся. Быстров, ставший в Афганистане Исламуддином, восемь лет был его верной тенью. Панчерское ущелье, 31 декабря 1982 года. Боевые действия продолжались, потери с обеих сторон росли. Это и заставило поторопиться с началом переговоров. Договорились, что в новогоднюю ночь их два человека выйдут за пределы расположения батальона в Анове. Ткачев и его переводчик Макс вышли в кромешную тьму. В условленном месте за выступом скалы переговорщиков ждали афганцы. Мы их встретили. Прошли 14 километров пешком до Базарака. Было двое. Анатолий, потом я узнал его фамилию Ткачев, и переводчик. Афганцы перемещались по горам с невероятной скоростью, и Ткачев скоро выбился из сил. Он говорит, Гуя, говорит, это вежливо так обратился, говорит, за мной, вот так, прям вслед. Идите, и все нормально будет. Наконец пришли к полуразрушенному дому. За внешним дружелюбием чувствовалось большое напряжение. Боевики не стали обыскивать парламентеров, но было видно, что они нервничают. Хозяева успокоились лишь после того, как русские легли спать. Утром пришел Масуд. После долгих восточных приветствий перешли к делу. Проговорили весь день. Русские предложили перемирие на полгода, на условиях, что они выходят из ущелья, а Масуд не атакует их колонны. Это касалось только Паншера. В соглашении был еще один очень важный пункт. Он не допускал в зону своего влияния другие группировки, группировки других исламских партий. Пикантность ситуации была в том, что ни партийные руководства СССР, ни многие высшие военные чины ничего не знали об этих переговорах. И только начальник главного разведуправления дал устную санкцию на эту встречу. Все это только устно было. Никаких коммуникетов, ни протоколов о намерениях, ничего. Только устно. Это не были переговоры о перемирии и тем более об окончании войны. Речь шла только о джентльменском соглашении, не открывать огня. Столько, сколько получится. Паншарское ущелье, 1983 год. Соглашение выполнялось около года. И кто знает, сколько советских солдат и офицеров и сколько афганцев остались живы благодаря этим тайным договоренностям. Но мир устраивал далеко не всех. Над Масудом сгущались тучи. В Кабуле были очень недовольны перемирием. Ваши генералы поняли, что здесь живут нормальные люди, а не бандиты. А ведь Кабул давал вашим политикам и генералам именно такую информацию и провоцировал боевые действия. Для большинства советских военных Масуд оставался врагом номер один. Охота на льва была в разгаре. За его пленение или уничтожение обещали золотую звезду героя. Не было приказаний, но это намеки были. А вот если провести теракт, значит, закамуфлировать взрывчатые вещества и так далее, прийти, вручить ему что-то, подарок ценный какой-то, в знак признательности развития добрых отношений, оставить у него. Я с этим не был в согласии совершенно. Но тоже упрекали, что идет война, боевая обстановка, а ты вроде не выполняешь такие распоряжения. Руководители в Кабуле понимали, Масуд с его высоким авторитетом у населения их главный враг и боялись его контактов с русскими. Афганская служба безопасности ХАТ в конце концов уговорила своих советских коллег организовать покушение на Масуда. Молодой парень заслан был в Панчирь. Был такой пистолет у него. Ну, не смог выстрелить перед ним. Он подошел уже, поздоровался, хотел вытащить, но не успел это самое выстрелить. Ну, не смог выстрелить. Такой двухсторонный, заглушен, ну, бесшумный пистолет. При этом Масуд встречался с Ткачевым еще шесть раз. На очередных переговорах русские предложили Масуду взять под контроль девять провинций, при условии, что обе стороны не будут открывать огня. Но дальше разговоров дело не сдвинулось. У вас, после смерти Андропова, у власти оказались другие люди, и эта тема ушла в день. Ткачева отозвали в Москву. И вот через год, уже работая в Центральном аппарате ГРУ, Ткачев идет на доклад к высшему военному руководству. С Масудом надо заключать мир. В ЦК партии докладывать не стали. Другого мнения, как воевать до победного конца, там не было. Нарушив соглашение, советское командование вновь приступило к боевым операциям в Паншере. Балабаново, Калужская область, 2008 год. Спустя четверть века после одного из самых трагических эпизодов Афганской войны здесь открывается памятник погибшему капитану Королеву и бойцам 1-го батальона 682-го полка. 25 лет никто официально даже не упоминал о той операции. Но оставшиеся в живых помнят тот бой, как будто это было вчера. 30 апреля 1984 года. Батальону было приказано выдвинуться в район Хазарского ущелья и уничтожить окопавшихся там боевиков. Близилась 1 мая, Красный день календаря. У нас любили дарить трудовые и боевые победы к праздникам. Батальону поступил приказ времени не терять, спуститься с горы под на ущелье, ускоренным маршем выйти в заданную точку, к чему такая спешка мы уже знаем. Это был ошибочный, если не преступный приказ. Нашему комбазу командующая дивизия дает команду, чтобы все спустились на низ, по ущелье. Где-то в часу 11, в начале 12 батальон попадает под шквальный огонь в засаде. Засаду они установили где-то 25 шагов, от 25 до 50 шагов. И начали шквальный огонь вести из пулемета. Весь батальон залег. Начали ответный огонь вести. Спустя минут 20 начали появляться убитые. Капитан Королев до хрепоты кричал в рацию, чтобы комдив отменил приказ. Но услышал в ответ, приказ выполнять, иначе под трибунал. Боевики Масуда сжимали кольцо. Тут меня зацепило до конца боя, до вечера. Лежал, то приходил в сознание, то терял. Одел кольцо гранаты и держал, если душманы опустятся к нам, подорвать себя вместе с ними. Под ураганным огнем душманов прошел день в напрасном ожидании помощи. Уже когда батальон попадает в засаду, подлетели там, полетали. Огонь вести там невозможно. Лучили очень узкое. И они попали под огонь до шахта. И улетели. Все. Батальон оставили в этом бою. Без помощи. Из досье Гругенштаба. Секретно. Целесообразно продолжить работу по установлению прямых контактов с Масудом. Так как альтернатива этому нанесение бомбо-штурмовых ударов по отрядам Масуда реальных положительных результатов ни с военной, ни тем более с политической точки зрения, не даст. Перевал Саланг. 87-й год. После подписания Женевских соглашений советские войска начинают готовиться к выходу из Афганистана. На Саланге почти спокойно. Как таковой войны не было. Вот то, что там происходило, мне, по крайней мере, представлялось, как... Действия по закону Круга на месте. То есть, они наносили удары в ответ на наши, а наши офицеры, в общем-то, принимали решения по огибаемым налетам, по результатам наших потерь. От крупных боестолкновений Масуд уходил. Панширский лев готовился к боям уже с другим противником. Он прекратил боевые действия, открытые столкновения и с советскими войсками, и с афганскими войсками. Значит, тем самым он старался сохранить силы своих вооруженных формирований, готовясь к решающей схватке после того, как выйдут советские войска. Масуд всячески избегает встреч с советскими представителями. Он сейчас на виду у всего мира. Но его люди в постоянном негласном контакте с нашими офицерами. Обе стороны берегут хрупкий мир. Однако в эту игру вмешивается Кабул, забрасывая Кремль информацией о том, что Масуд в последний момент нанесет сокрушительный удар по уходящим советским войскам. В Кабул приезжает Эдуард Шаварнадзе, член политбюро. Он сторонник жесткой линии. Вести непримиримые боевые действия до последнего дня пребывания наших войск в Афганистане. Из выступления Шаварнадзе на совещании в советском посольстве 15 января 89-го года. Операция против Масуда должна нанести ему такой ущерб, который не позволил бы ему длительное время выступать на любом направлении, особенно на магистраль Хайратон-Кабул. Аэродром в Шиндане. 23 января 88-го года. Хотя командующий 40-й армией генерал Громов и руководитель оперативной группы Минобороны генерал Варенников были категорически против ударов, масштабная боевая операция началась. Только в первый день совершено 400 самолёта вылетов, в том числе и стратегических бомбардировщиков. Артиллерия и системы залпового огня обрушили на кишлаки море огня. Тогда на Южном Саланге погибли больше тысячи мирных жителей, разрушены десятки кишлаков. Это была страшная картина. Артиллерия била и днём, и ночью. Но желаемые цели удары не достигли. Масуд вывел свои отряды из-под огня. Пострадали в основном мирные жители. Во всякой войне, особенно в современной войне, в большей степени гибнет мирное население. Вячеслав Некрасов. В 82-м, в 85-м годах советский советник в Афганистане. Автор книги о Масуде. И когда наши войска выходили из Афганистана, по заснеженному Салангу, мирные жители выставляли вдоль дороги младенцев погибших. Вот они их просто, эти трупы младенцев, ставили в снег, и они смотрели закрытыми глазами или открытыми глазами на наших солдат, которые уходили. И каково бы мы нашим солдатам уходить. План Кабула, спровоцировать боевиков на ответные действия, рухнул. У Масуда хватило выдержки не отвечать ударом на удар. Если бы он нас тронул, мы бы остались там действительно еще на полгода. У него это было совершенно неудачно. Советские войска ушли. Масуд остался один на один со своими недругами. Так обе стороны упустили шанс получить стратегического партнера в регионе. Афганистан, середина 90-х. После вывода советских войск в стране не стало спокойнее. Гражданская война продолжалась. Объединенные силы маджахедов после двух лет боев сломили сопротивление правительственной армии на джебулы и взяли власть в стране. Но победители торжествовали недолго. Между ними началась борьба за влияние. Дрязги и бесконечные распри вскоре вылились в ожесточенные бои. Это беда. Исторически беда афганский народ. Они хорошо воюют, но политика не умеет. Саид Идрис с 14 лет был маджахедом в отрядах полевого командира Хек Матияра. Вскоре движение радикальных исламистов «Талибан», опиравшиеся на ЦРУ и пакистанскую разведку, с поразительной легкостью разгромило части маджахедов. Талибы, студенты религиозных школ, навязали афганцам наиболее жесткую модель ислама. Они объявили джихад любому проявлению немусульманской культуры и образа жизни. Их отряды заняли Кабул. Масуд перед тем, как покинуть столицу, приезжал в представительство ООН, где прятался его давний враг Наджибулла. Ахмад Шах предлагал ему уехать вместе, ведь талибы не пощадили бы лидера афганских коммунистов. Но Наджибулла не верил Масуду, и это стоило ему жизни. Через несколько дней талибы публично казнили его на площади, а изуродованный труп на веревке таскали по улицам Кабула. Вскоре талибы вытеснили в две небольшие северные провинции и отряды Паншерского льва. Это было что угодно. Островок Паздарм, осталось, казалось бы, чуть-чуть. Вот талибы дожмут, и тогда к мировому сообществу пришлось бы только что. Один шаг – признавать движение талибан как руководителя этой страны. Масуд отправляется в зарубежную поездку, в надежде найти союзников в борьбе против талибов. Когда Масуда спросили во время поездки в Европу, готов ли он принять помощь от русских, если они ее предложат, он ответил, мы готовы принять любую помощь, если она не будет сопровождаться какими-либо условиями. После этого и начались переговоры с Россией. Об этих переговорах известно очень мало. Их участники и сегодня весьма сдержанно делятся воспоминаниями. Встречи проходили в 96-м году в небольшом городке на севере Таджикистана. Для него очень важно было то, что руководство России и извинилось за вторжение в Афганистан. Мне даже показалось, что для него это было главным в отношениях. Юрий Батурин. В 94-98-м годах помощник президента России Бориса Ельцина. Участник переговоров с Масудом. У России уже не было общей границы с Афганистаном. Но намерения воинственных талибов серьезно беспокоили Москву. В Киргизии, в Узбекистане небольшие хотя бы группы, но тем не менее туда проникали. И довольно неприятные последствия были всего этого. Если бы они смогли закрепиться в тех регионах, то дальше уже только Россия. Вести войну на своих южных рубежах Россия не хотела. В Москве хорошо понимали, слабо охраняемые границы государств Центральной Азии вряд ли станут серьезным препятствием для отрядов талибан. Мне думается, что у России не было каких-то интересов в Афганистане, за исключением обеспечения безопасности своих южных границ. Что касается оружия, которое передавалось Северному Альянсу, то лишь небольшая его часть приобреталась на коммерческой основе, да и та по очень низкой цене. Масуд был лидером Северного Альянса. Россия поддерживала его оружием и боеприпасами. Эта поддержка и помогла стабилизировать фронт против талибов буквально на последнем рубеже. В 2000 году, во время жестоких боев за город Толукан, один из авторов этого фильма встретился с Шах Масудом в его полевой ставке. Наша главная задача – остановить войну и принести мир на землю Афганистана. Для этого нужно, чтобы все воюющие стороны прекратили огонь. Но, к сожалению, не все этого хотят. И в этом смысле мы очень надеемся на помощь мирового сообщества. Северный Афганистан, 9 сентября 2001 года. Шах Масуд всегда находил время для встреч с журналистами. В своей ставке, расположенной в одном из кишлаков, в сентябре 2001 года он согласился дать интервью двум телекорреспондентам. Там жили два араба, которые выдавали себя за журналистов. Фахим Дашти, в 2001 году помощник Масуда по связям с прессой. Они говорили, что отправлены из лондонского центра исследования ислама, но у них были бельгийские паспорта. 9 сентября, в 8 утра, у них была запланирована встреча с Масудом. Я тоже взял с собой камеру. Жизнь Фахима Дашти спас случай. Он зачем-то на секунду отошел в угол комнаты. В этот момент произошел небольшой взрыв. Взрыв был похож на хлопок лопнувшего футбольного мяча. Из камеры арабов шел желтый дым. Я выскочил из комнаты, думал, что получил ожог в результате короткого замыкания в моей камере. Я повернулся к зданию и увидел выбитые окна, двери, стекла. В это время водитель Масуда и несколько его телохранителей уже несли его в машину. Один террорист погиб на месте. Другого позже застрелили телохранители. Тяжелораненого Масуда переправили вертолетом в Таджикистан. На следующее утро он умер. Сообщение об этом появилось только через 6 дней. Американцы могли только непосредственно с Ахмадшахом, они не могли разговаривать, поскольку он категорически возражал против присутствия войск иностранных на территории Афганистана. И поскольку он являлся авторитетным человеком и лидером каким-то, хотя Кабул был занят тогда талибами еще, его нужно было как-то либо уговорить, либо устранить. 11 сентября проведены теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Эта трагедия своим масштабом затмила убийство Масуда. Но в том, что башни-близнецы рухнули всего через 2 дня после его гибели, не могло быть случайного совпадения. В те дни мир стал совсем другим. В тот день, когда эти, не знаю сколько, 18 террористов, они забронировали себе билет на самолет, в тот день эти 2 террористы тоже просекали Ленин фронт, и в сторону Талабана, и в сторону Наши. Вскоре после смерти Масудова в Афганистан пришла новая беда. И пушки заговорили вновь. Я уверен, что тот, кто подорвал эту башню в Нью-Йорке, тот и убил Масуда. Эта рука, это дело одной руки. После того, как весть о гибели Масуда разлетелась по Афганистану, сюда, в Паншар, на его родину, устремились десятки тысяч людей. Пешком за сотни километров они шли, чтобы проститься с тем, кого называли Паншарским львом. В Афганистане Масуда считают национальным героем. При жизни он вел непримиримую войну против иностранного военного присутствия, в надежде, что когда-нибудь мир придет на его землю. Но после его смерти, вопреки воле Масуда, иностранные солдаты вновь оказались здесь. Старое христианское кладбище в Кабуле. На гранитных надгробиях имена британских солдат, погибших здесь в позапрошлом веке. Рядом фамилии солдат НАТО, которые оказались в Афганистане уже в наши дни. На этот старый Кабульский базар приходят не только за покупками. Местные говорят, здесь лучшие в мире прорицатели. Предскажут и удачный брак, и размер будущих доходов, и виды на урожай. Вот только на вопрос о будущем Афганистана они отвечать не берутся. Советуют повнимательнее заглянуть. В его прошлое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok